Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Вулканы Исландии и вулканическая зима в Европе Климатический обзор за неделю Дорожная фея Омска Что делать во время аномального града? Исландия — остров, на который сейчас направлено пристальное внимание учёных. Только в период 27 по 31 июля 2017 года Страну сотрясли более 500 землетрясений, Которые, в свою очередь, пробуждают вулканы. В феврале этого года Исланд Монитор объявил о готовности к отвержению сразу четырёх вулканов Баур-Дарбунга, Геква, Гримс-Лоттен и Катва. Учёные прогнозируют, что при возрастании подземных толчков до 6 баллов Летник над Баур-Дарбунгам даст трещину 250-300 метров, Что вызовет извержение, которое приведёт к выбросу пепла на высоту свыше 11 километров. В течение 2-5 дней пепловое облако сможет распространиться более чем на 3,5 тысячи километров вокруг, Что повлечёт за собой выпадение кислотных дождей И вызовет мощный транспортный кризис в Европе. Такое извержение может стать причиной многочисленных жертв В результате попадания микрочастиц пепла в лёгкие людей. Напомним, что облако пепла, выброшенного при извержении проснувшегося в 2010 году Вулкана Эйяфьедуа-Югдюнь за несколько дней накрыло всю Европу, Выслав транспортный коллапс. Облако вулканического пепла постоянно меняло направление движения, И предугадать его поведение было невозможно. Учёные не могут сказать, когда проснутся вулканы Гекла и Катла. По их прогнозам, извержения могут произойти уже в 2017-2018 годах. Выброс пепла в атмосферу способен вызвать эффект вулканической зимы, Сильное похолодание в планетарном масштабе. Сейчас как никогда важно объединить весь научный потенциал на благо всего человечества. Во времена надвигающихся катаклизмов выжить нам, людям, Удастся, сплотившись в одну дружную семью. Давайте начинать уже сегодня знакомиться с теми, кто живёт рядом. Открываться для искреннего взаимодействия и общения. Объединение людей – залог выживания человечества. 29 июля. Россия. Гроза с сильным ветром прошла в городе Удомле в Тверской области и в городе Омске. А в городах Великий Новгород и Смоленск дожди вызвали наводнение. В Смоленской области прошёл крупный град. В Алтайском крае прошла сильная буря. Были обесточены 8 населённых пунктов. Город Кызыл пострадал от сильного урагана и града. Был введён режим чрезвычайной ситуации. Вблизи города Волгоград возник сильный пожар. Мексика. Сильный град прошёл в окрестностях города Гвадалахара. Тайвань. Тайфун Мисат обрушился на остров. Были повалены сотни деревьев. 10 тысяч человек эвакуированы. Обесточены 570 тысяч домов. США. В северных районах штата Западная Вирджиния объявлено чрезвычайное положение вследствие возникших наводнений. Также наводнений возникли в штате Нью-Джерси. В течение дня было зафиксировано 15 землетрясений магнитудой 4 и выше. 30 июля. Россия. Выпал крупный град в Улосе, Цагату и Бурятии. От сильного шторма пострадали населённые пункты в Архангельской, Кировской и Костромской областях. Канада. Гигантского размера градины выпали в провинции Соскачиван вблизи города Айдем. Франция. Крупный град размером с яблока выпал в регионе Рона-Альпы. Австрия. В Тироле сошёл селевой поток. Китай. Тайфун Нисад обрушился на провинцию Фуцзянь. Крупный град выпал в городе Чифэн во внутренней Монголии. Индия. От ударов молнии во время грозы пострадало 16 человек в штате Ариса. США. Вследствие пожаров, охвативших 280 гектаров леса, было эвакуировано население округа Туалэми. В течение дня было зафиксировано 25 землетрясений магнитудой 4 и выше. 31 июля. Алжир. Сильные пожары возникли на севере страны. Сгорело свыше 400 гектаров леса. США. Штат Флорида пострадал от шторма Эмили. Объявлено чрезвычайное положение в 31 округе. Мексика. В муниципалитете Акампас в провинции Чуауа возник паводок. Франция. В департаментах Энн и Рона пошёл шторм. Местами выпал крупный град. Были обесточены 16 тысяч домов. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. Примеры проявления доброты и человечности. Пример доброты и человечности проявила жительница города Омск, России. Ежедневно проезжая рядом с ямой на дороге, она решила самостоятельно забетонировать её при помощи щебня и цементного раствора, который ей посоветовали в строительном магазине. Все работы девушка проводит в ночное время, когда на улицах минимальное количество машин. На её счету 5 отремонтированных ям. О девушке стало известно из видео, сделанных очевидцами на видеорегистраторы. Жители города назвали девушку «дорожной феей». Она личным примером показала, что не стоит сидеть сложа руки, что каждый человек может проявлять активную позицию в решении возникающих в обществе вопросов. Действия даже одного человека способны породить волну единения всех людей. Построить созидательное общество легко. Достаточно начать с себя. Уважаемые зрители, присылайте, пожалуйста, нам примеры доброты и человечности, с какими вы сталкиваетесь в вашей жизни на почту info.sobakageocenter.info с пометкой для климат-контроля. 1 августа. США. Обильные дожди вызвали наводнения в городе Майами. Польша. Крупный град выпал в Великопольском и Куявско-Поморском воеводствах. Колумбия. В муниципалитете Нуэвэ-Калонн сошёл селевой поток. Китай. Вследствие шторма Хайтан местами выпало до 500 мм осадка в 56 уездах провинции Фудзянь. Швейцария. В городе Винтертур прошёл крупный град. Россия. В городе Уфа обильные дожди вызвали наводнения. Украина. Аномальная жара стала причиной 199 лесных пожаров на территории страны. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. 2 августа. Беларусь. Населённые пункты в Минской, Гродненской и Витебской областях пострадали от штурма с градом. В деревне Сол и Гродненской области образовался смерч. Россия. Северо-запад страны пострадал от сильных ливней местами с градом. Индонезия. Вулкан Синабонг выбросил столб пепла в атмосферу на высоту 1600 километров. Эвакуированы более 7 тысяч человек. Латвия. В регионе Земгали выпал крупный град. Греция. Лесной пожар охватил посёлок Калифею вблизи Афин. Самые сильные пожары в регионе произошли 10 лет назад. Китай. Ливень в городе Чунцин стал причиной подтопления улиц. В течение дня было зафиксировано 21 землетрясение магнитудой 4 и выше. 3 августа. США. Штат Калифорния пострадал от наводнений. С фестиваля Лалапалоза в Чикаго эвакуировано 400 тысяч зрителей из-за сильного дождя. Италия. В городе Сартен на острове Корсика температура воздуха прогрелась до плюс 42 градусов по Цельсию, что стало абсолютным рекордом месяца для острова Корсика за всю историю наблюдений. Жара, принесённая антициклоном лицефер, выцарилась на опьянинах с 1 августа. Раскалённые воздушные массы из пустыни Сахара подняли температуру воздуха до аномально высоких значений. Германия. Крупный град выпал в Баварии. Из-за ливней подтопила город Берлин. Вьетнам. Провинция Йен-Бай пострадала от наводнений и селевых потоков, вызванных дождями. Пакистан. Более 300 человек пострадали от мусорных дождей. Повреждено более 280 домов. Канада. В провинции Британская Колумбия продолжаются лесные пожары. Китай. Из-за дождей в провинции Ляонин объявлен красный уровень опасности. Эвакуировано 60 тысяч человек. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. Хоть из любви возникает все, что есть, что было и будет, сама любовь остается всегда той же самой, без всяких изменений. Ибо она даже сейчас такая же, какой была и будет во веки веков. Симеон Афонский 4 августа США Округ Джейнесси, штат Мичиган, пострадал от наводнений. Россия Под поселком Шаховская Московской области и Ржева Тверская область образовались смерчи. Сильный дождь с градом обрушился на город Смоленск, Чита. В течение дня было зафиксировано 8 землетрясений магнитудой 4 и выше. На протяжении недели в стадии извержения находилось 39 вулканов. Вулканические обсерватории Калифорнии и Йеллоустоуна опубликовали ежемесячные отчеты. В течение июля в районе кальдеры супервулкана Лонг-Вэлли было зафиксировано 2333 землетрясения. Наибольшая магнитуда составила 2,9. В районе супервулкана Йеллоустоун было зафиксировано 528 землетрясений. Максимальная магнитуда составила 3,6. В течение недели произошло 888 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Всего за неделю более 77 тысяч человек стали климатическими беженцами. Изменения климата становятся очевидными и принимают всё более угрожающий характер. В 2017 году количество градовых осадков с каждым месяцем всё больше увеличивается. За первый квартал 2017 года крупный и аномальный град был зафиксирован 18 раз. За второй квартал 2017 года — 55 раз. А за июль 2017 года количество выпавшего крупного и аномального града составило 50 раз. Размер градин достигал 8-10 сантиметров и более. За всю историю метеонаблюдений град выпадал разной формы и величины. Так, в 1981 году в провинции Гуандун, Китай, выпали градины весом 7 килограмм, разрушивших 10,5 тысяч зданий. 14 апреля 1986 года в Бангладеше размер градин достигал 20 сантиметров в диаметре и весом более 1 килограмма. 30 мая 1879 года в штате Канзас, США, выпал град размером до 40 сантиметров. Принято считать, что градины имеют шарообразную форму. Однако градины могут быть самой разнообразной и причудливой формы. Увеличение количества градовых осадков и их интенсивности вызывают обеспокоенность людей. В любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдёт выход из любой напасти. Крупный и аномальный град способен нанести серьёзные увещи человеку и животным, а также повредить кровли домов, кузова и стёкла машин. Для того, чтобы обезопасить себя и людей, находящихся рядом с вами, следуйте простым правилам. Сохраняйте спокойствие. По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. Если вы находитесь на улице, найдите прочное укрытие. Помните, что зонт не является надёжным укрытием. Прячьтесь под любыми навесами как можно быстрее и помогайте спрятаться окружающим вас людям. Спасаясь под мостами и в тоннелях, будьте осторожны и старайтесь не создавать условия для возникновения ДТП. Если рядом с вами отсутствует навес, защитите голову от ударов градин руками, сумкой, одежды. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как есть риск попадания в них молний, а также сломанные градом и ветром ветки могут нанести вам повреждения. Если вы находитесь в автомобиле, припаркуйтесь. Лучше всего во дворе. Поставьте свою машину таким образом, чтобы ветер, а соответственно и град, били по заднему стеклу, а не по лобовому. Держитесь дальше от стёкол, развернитесь к ним спиной, лицом к центру салона и прикройте глаза руками или одеждой. Лучше всего лично пол салона. Не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет от 6 до 15 минут. Не передвигайтесь. Вы можете не увидеть дороги на расстоянии 5-10 метров. Помните, ваша жизнь дороже стоимости машины или урожая или любых других материальных вещей. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности и безопасности тех, кто находится рядом с вами. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале АЛЛАТРА НАУКА. Дыхание жизни. Научные разработки. Новые технологии. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в духе порождает единство в мире». О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе учёных «Аллатра Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.